Уважаемые любители моих небольших научных роликов, посвященных эволюции гоминид. Сегодня у нас такой очень специфический выпуск, можно сказать, внеплановый, потому что я вынужден записать некий ролик по поводу крайне важного, с моей точки зрения, выступления Александра Ивановича Бастрыкина на Международном молодежном юридическом форуме в Петербурге 10 мая. То есть этого года. То есть речь о чём идёт? О том, что он, обращаясь к аудитории, произнёс хорошую, такую большую иллюстрированную речь. Это важно и нужно повторять из раза в раз. Но самое интересное произошло уже в разделе таких дискуссий, когда обсуждались перспективы и проблемы, собственно говоря, юридических отраслей нашей деятельности в стране. И поскольку Александр Иванович Бастрыкин проявил прямой интерес к тем вопросам, которым я занимаюсь, я сейчас кратко отвечу, без надежды на то, что он это услышит. Но тем не менее, поскольку это было произнесено, как говорят сейчас, в публичном поле, я в публичном поле и отвечу на эти вопросы. У меня расшифровка записи, она существует на многих вариантах, на многих телеканалах, которые записывали целиком этот проект. Я имею в виду молодёжный форум. Начну с самого главного, то, что сейчас острее всего стоит в стране, и то, что, в общем-то, уже решено. Дословно, Александр Иванович сказал, ну, давайте найдём способ вылечить наши интеллекты. Согласен. Наша криминальная практика, серийные убийцы. Опять согласен. Но как ему может прийти в голову убивать, насиловать девочек? 25 эпизодов. Стрелки в школах. Отвечаю. Технология по неинвазивному и непрямому анализу школьников, которые склонны к шутерству, то есть к тому, чтобы перестрелять своих любимых учителей и своих же однокашников, разработана. Разработана. Эта технология разработана два года назад, проверена слепыми методами и готова к употреблению. Пока только в ручном варианте. Два года предпринимались мной и моими коллегами попытки реализовать этот проект так, чтобы сделать его на основании горячо любимого искусственного интеллекта, короче говоря, цифровых технологий, чтобы можно было охватывать большое количество потенциальных стрелков школьных. Эффективность выявления пока предельно возможна. Не могу сказать, что гигантские выборки, но пока у нас 98-99 из 100. Мы не угадываем, мы рассчитываем, исходя из тех книг, которые я всю жизнь писал, которыми всю жизнь занимался. Здесь много переизданий и нищеты мозга, и церебрального сортинга, изменчивости, гениальности, которые лежат в основе этих проектов. То есть мы готовы передать Следственному комитету, конечно, в определенных рамках, наши технологии, но для этого они должны их довести до приемлемого варианта использования в масштабах всей страны. Таким образом, проблемы с стрелками в школе практически нет. И дальше он рассказывает. В последнее время три уголовных дела. Казанский стрелок, он возомнил себя Богом. Он Бог, он может править миром, взять винтовку, прийти в школу, убить всех, кто попался ему на пути. И так дальше. Ну что ж. Это как раз эта самая технология, которая позволяет не после того, как он уже всех перестрелял, а с упреждением в полгода-год определить этих людей. И принять меры профилактические. То есть направить его деятельность в русло, минимально опасное для общества. Никакая не изоляция. Он ему еще самому в голову не пришло, что он будет делать. Но мозг все равно работает в этом направлении. И мы умеем это выявлять. Так что, дорогой Александр Иванович, хотите, мы познакомим вас с технологиями. Кстати говоря, то и работа непосредственно для Следственного комитета. Два года чиновники разного рода, которые даже объединяются в межведомственные трудовые коллективы временные, для того, чтобы остановить этот проект и уничтожить его в зародыше. Возникает вопрос, почему? И нет ли здесь работы для вашего ведомства? Дальше. Есть еще одна технология. Группы смерти, суициды. Это опять цитирую. Группы смерти. У нас были случаи, когда хорошие девочки прыгали с крыши, потому что в их интеллект вводили возможность закончить жизнь самоубийством. Мы так до конца и не поняли, почему они это сделали. Хотите понять, обращайтесь. Мы выявляем суицидников тоже заранее, а не после того, как. Проблема в том, что голова очень консервативная конструкция, и мозг медленно формируется. И он задолго до действий и стрелков, и суицидников уже обладает конструкцией, которую мы можем выявлять. Хотите, мы готовы сотрудничать в этом направлении. Ну и для этого как раз нужен искусственный интеллект, псевдо. Потому что пока эта вся инженерная шняга – это сплошной калькулятор с мощными базами данных. Кстати говоря, у нас есть подходы к решению проблем по выявлению работы GP-чата, то есть искусственных текстов, и человеческих. Мы можем отличить. Но, к сожалению, мы не можем проводить общегосударственные исследования за собственный счет. У нас просто средств нет, извините, пожалуйста. Так вот, искусственный интеллект. Он совершенно правильно сказал. Ну, забодали с этой теорией создания искусственного интеллекта правильно. Потому что там бизнес. Посмотрите, сколько туда денег вложено. Это уже не искусственный интеллект. Это как раз для работы Следственного комитета. Куда девается в таких количествах деньги? На всякий случай сообщу вам, дорогой Александр Иванович. Когда я начал говорить о этих вещах и о проблемах, связанных с искусственным интеллектом, знакомые вам люди сделали все возможное, чтобы меня не пускать ни на какие конференции по искусственному интеллекту. Это есть все в интернете. Я даже повторяться не буду. Поэтому искусственный интеллект – это липа. Вы совершенно правы. А с другой стороны, использовать эти технологии можно и нужно. Но только разумно. И не перехваливать, так называемый, большой калькулятор. Такой железный феликс с ручкой. Теперь дальше. Есть еще одна проблема, о которой Бастрыкин сказал очень громко и четко. Для чиновника такого уровня это вообще я слышу первый раз. Многие из тех, кто совершает жестокие преступления, это вполне разумные люди, воспитывающиеся в очень хороших семьях. Недавный пример по Питеру. Это там мальчик и девочка, потом мальчик берет и убивает молоточком. И потом, когда ему спрашивают, в чем дело-то, он говорит, ну вот хотелось посмотреть, как человек будет умирать. И Бастрыкин спрашивает, ну давайте объясним это с точки зрения разума. Давайте. Мы этим как раз занимаемся. То есть вот эти книжки посвящены именно этим проблемам. Где в человеке человеческое, а где обезьяния? И как это разделить между собой, как выявить? Подходы есть. Хотите, сделаем. И в этом отношении никаких проблем нет. А если мы будем дальше заниматься такой ерундистикой, как транскраниальная стимуляция, накладывать электроды на голову, как делают многие псевдоученые в крупных центрах, то вы будете на том же находиться уровне, на котором находится анализ сегодняшней ситуации с человеческим мозгом во всем мире. Хотите, будем прогрессировать. Вот эта книжка, первый экземпляр, вышел 15 лет назад. Но еще раньше был получен ответ на ваш последний вопрос. Давайте попробуем найти специалистов, которые возьмут конкретного человека с конкретным разумом, интеллектом, который сегодня у него наличествует. Да, и поправим в его мозге в правильном направлении. Мы можем это сделать? Можем выявить. Даже если человек будет тщательно скрываться. Да, технологии есть. И поправить можно. Причем как неинвазивными методами, так и инвазивными. Эти методы были разработаны еще в СССР. Но вместе с окончанием социализма и построением воровского капитализма в нашей стране вся эта деятельность была прекращена. Детали я рассказывать не буду, поскольку они представляют большой, скажем так, социально-военный интерес. Так что, дорогой и уважаемый Александр Иванович Бастрыкин, ответы на все ваши вопросы есть. И вопрос к Следственному комитету. Почему готовые и проверенные технологии мы не можем два года довести до дела? Почему люди, которые должны заниматься этим, непосредственно внедрением этих дел, делают все, чтобы эти технологии не сформировались в нашей стране? Поэтому я понимаю, что как ваш глаз, выпьющего в пустыне, так и мой, быстрее всего закончится ничем. Но сделать попытку, как человек, ответственный за эту страну, я был должен. Может быть, вы это услышите. В чем я лично сильно сомневаюсь. До свидания, уважаемые слушатели. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok